Спасибо всем, кто дошел до этой секции ногами. Очень много людей. Очень приятно, что вы интересуетесь вопросами кибербезопасности. Приветствуем также зрителей, кто смотрит нас на трансляции. Наша секция посвящена вопросам кибербезопасности в интернете. И я с удовольствием представляю звездный состав наших спикеров сегодня. Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Роман Чеплыгин, Solar. Станислав Смышляев, CryptoPro. И Сергей Петренко, директор продуктового портфеля компании МТС РЭД. У нас также был заявлен коллега из ДИД Москвы Валерий Комаров, но он не смог принять участие по причине болезни. Но я думаю, что из-за этого, наверное, у нас останется минут 10-15 на вопросы. Возможно, как пойдет дискуссия. Тема у нас самая широкая сегодня. Мы хотели рассмотреть, наверное, основные тренды в области киберпреступности, кибербезопасности. Такие вопросы, как использование искусственного интеллекта как инструмента защиты и инструмента атак. Мы поговорим с вами сегодня про кибервойны. Расскажем про то, наши спикеры поделятся своими соображениями про то, чем отличается современная атака и каким образом атаки будут меняться. С течением времени, в перспективе, наверное, 5-10 лет. Это интересно. Ну, почему нет? Вопросы безопасности от устройств мы обсудим. В том числе, должна ли быть какая-то специфика в обеспечении безопасности носимых устройств. В том числе медицинских. Вопросы биометрии и защиты персональных данных, борьбы с утечками. Достаточно актуальный вопрос сегодня. Повестка у нас очень напряженная и большая. Поэтому, наверное, для затравки я передам слово сейчас Роману Чеплыгину из Солара. Ну, рассуждать о будущем, наверное, разумно отталкиваясь от текущего состояния. Поэтому коллеги из Солара подготовили презентацию с основными, наверное, цифрами и тенденциями за последние полтора года. Я попросила бы вывести презентацию на экран и передаю слово Роману. Роман, пожалуйста. Спасибо, Ирина. Коллеги, добрый день. Небольшое вводное вступление, ретроспективный взгляд в прошлый год. И какие цифры с точки зрения кибератак и кибербезопасности мы увидели. В целом, очень наглядно видно, что использование вредоносного программного обеспечения, оно наиболее популярно с точки зрения злоумышленников. Я думаю, что даже если не пытаться собрать и проанализировать цифры, а просто посмотреть новостные сводки за прошлый год, мы очень часто увидим истории, связанные с шифровальщиками, какими-то другими вредоносами. И это правда. Вместе с этим мы отмечали достаточно, в абсолютном величине, в абсолютных цифрах не очень большое увеличение, но с точки зрения разрыва мы увидели большую популярность в эксплуатации уязвимостей. То есть это нам на самом деле говорит то, что мы стали обнаруживать инциденты больше на продвинутых средствах защиты. То есть не на превентивных, периметровых, а именно на сложных с аналитикой, такие как NTA-решения, XDR-решения, анти-АПТ. И в принципе характер и содержание вот этих инструментов, он стал, на наш взгляд, более сложным. Видим рост шума, наверняка уже слышали об этом. То есть все атаки, все проникновения сопровождаются какими-то такими шумовыми помехами. DDoS одна из них. Ну и то, что тщательная подготовка у хакеров тоже имеет место быть. С точки зрения распределения по типам угроз или, скажем, по используемым уязвимостям, как сказал, вредоносное программное обеспечение на первом месте, веб-атаки. Ну, собственно, они есть, но скорее опять же, либо ради шума, либо не является самой целью. Мы отметили эксплуатацию уязвимостей, еще раз отметим, сетевые атаки и компрометацию учетных записей. Отметили, что массовые атаки, когда пытаются просто пощупать или как-то зацепить широкий спектр компаний, а их становится все меньше и меньше, и если мы их видим, то это скорее идет какая-то аналитика, идет разведка, и выявляются слабые места не только в целевой организации, но и в отрасли, в которой эта организация находится, в ее экосистеме, в компаниях-партнерах. Опять же, возвращаясь к эксплуатации уязвимостей, очевидно, что причина, скажем так, успешности этого вектора, это недостатки патч-менеджмента. То есть, как бы мы не продолжали бороться с этим, взаимодействовать с IT, использовать и развивать различные средства управления обновлениями, управления уязвимостями и надстроенные средства защиты, тем не менее, вот этот базовый уровень для нас, для безопасников, до сих пор формирует большую-большую проблему. Буквально одна картинка про DDoS, так как очень слышная, заметная, в плохом смысле яркая история в наше время. Многие организации, скажем так, публичного ритейл-сектора, то есть там, где мы, обычные граждане, пользуемся, покупаем товары, в том числе и различные федеральные структуры, подвергались DDoS-атакам. Зачастую это действительно было заметно обывателям, то есть в виде замедления или недоступности ресурсов. Но статистически, собственно, не сильно что-то изменилось. Да, случались пики увеличения мощности атак, но средняя мощность, так сказать, и напряженность, она примерно наравне с предыдущим годом. Что мы отметили с точки зрения действий злоумышленников? Скажем так, некие изменения в принципах их поведения. Это я уже обратил внимание, что идет исследование широкого спектра окружения компании. Безусловно, в целом рассматривается отрасль, какие ей характерны слабые места. Изучаются все возможные аспекты, не только технические, но и, скажем так, бизнес-процессы, процессы взаимодействия с внешними контрагентами и подрядчиками. Не гнушаются покупать информацию из различных других источников, ну, собственно, из Дарнет. То есть одни злоумышленники пользуются успехами других злоумышленников. Про подрядчиков сказали. ДДОС больше носит отвлекающий маневр. Ну, то есть, да, мы понимаем, атака яркая, наносит ущерб моментально. На самом деле, ну, и в силу этого отвлекает большое количество ресурсов у организации, под этим скрываются более сложные целенаправленные атаки. Используется фишинг и сложный софт. Максимальная целенаправленность на выгрузку данных и того, что здесь не написано, но мы отмечаем, что как будто есть тенденции на повышение именно финансовой мотивации злоумышленников. То есть все-таки меньших активизма какого-то ярого, или он идет в сочетании с коммерциализацией, или непосредственно задача кражи финансовых средств, причем любыми способами, включая известные выкупы и вымогательства. Ну, и такая ретроспектива трендов. Все-таки мы смотрим год назад, на прошедший год, и крупноблочно. Все, что видим, все, что происходит в реальном мире, будь то это экономические, политические, социальные изменения, это очень быстро находит изменения и отражения в цифровом виде. Какие-то социальные тренды максимально быстро используются в фишинге. Какие-то экономические ситуации также переориентируют злоумышленников между отраслями и меняют их цели. Атаки усложняются, безусловно, киберразведка. И вот из того, что уже не буду повторяться, но что раньше не было, это уровень защищенности. На самом деле, и сугубо мое личное профессиональное мнение, надеюсь, коллеги его разделяют, усилия, проделанные индустрией информационной безопасности за последние, ну, где-то, скажем, три, но так объективно, два последних года показывают все-таки постепенное повышение уровня общего информационной безопасности российских организаций. Безусловно, здесь не обошлось и без административных историй, связанных с 250 указом, с развитием лучших практик, каких-то отраслевых сообществ и вообще коллабораций. Но в целом, вот такой системный подход, повышение внимания и развития, и регулирования, и практик, они все-таки дают свои плоды. Спасибо большое. Спасибо. У меня много вопросов, ну, сразу у меня прям такой напрашивается, помогут ли оборотные штрафы, но мы его отложим на потом. Вот. Давайте тогда, знаете, что я не увидела в презентации, наверное, было бы интересно спросить у участников нашей секции, это что искусственный интеллект? Вот сейчас все там, у нас предыдущая сессия была по искусственному интеллекту. Были ли замечены в атаках инструменты искусственного интеллекта? Как такие инструменты используются и чем, в принципе, это грозит по сравнению с обычными атаками? То есть здесь я, наверное, ну, Роман, если вы хотите прокомментировать, то можете вы. Так, в принципе, вопрос ко всем участникам секции. Да, давайте. У меня быстрый комментарий. Мы, ну, действительно, вот так в лоб и четко увидеть применение искусственного интеллекта в атаках сложно, но есть подозрение, что та динамика и усложнение инструментария не обошлось без применения инструментов машинного обучения и искусственного интеллекта. Это как минимум. Спасибо. Кто еще? Давай я. Алексей, давай. Ну, на самом деле мы видим изменения. На самом деле мы их видим достаточно давно. Они разбиваются на несколько частей. Первое, за счет появления и развития активного различных LLM-моделей, связанных с работой с текстом, сильно изменился фишинг. Он стал гораздо проще в организации, причем на разных языках, которые раньше зломышленники активно не использовали. Я имею в виду сейчас не только там русский язык, английский, но и чисто национальные какие-то диалекты и так далее. Они тоже начинают появляться в фишинговых рассылках. Вторая история, это стало гораздо проще профилировать жертв с помощью, опять же, искусственного интеллекта. Можно настроить бота, который будет ходить по соцсетям. Поскольку у нас мало кто всерьез защищается от ботов, то собирают данные по жертве, предпочтения, лайки, фотографии, книжки, фильмы и так далее. После чего элементарно создается цифровой двойник, который атакует с гораздо большей эффективностью, чем до этого делал человек. Эта задача автоматизируется. Третья история – фишинговые сайты, которые также достаточно легко стали клонироваться и автоматизироваться. Если раньше, по сути своей, делали просто клона одного сайта, помещали на какой-то DJ-домен и все, то сейчас можно подстраивать сайт под нужную аудиторию, опять же, с учетом ее профиля и так далее. И создаются на лету страницы, даже не однодневки, а по сути своей уникальные под конкретную жертву, что усложняет существенно обнаружение такого рода страниц, доменов, потому что они не реплицируются. И поэтому их там в блок-листы не занести, не в антифишинг при менцифре не занести и так далее. То есть это достаточно такая новая история, с которой пока не очень понятно, как эффективно бороться. Ну и, конечно же, продолжаются истории применения искусственного интеллекта при поиске уязвимостей, при генерации атак. То есть если раньше гансети использовались для генерации всяких тестов и так далее, то сейчас они используются для генерации атак. Существуют специальные полигоны у киберпреступников, на которых они тестируют, насколько та или иная сгенерированная атака не обнаруживается тем или иным средством защиты. И по аналогии с VirusTotal или с будущим, он же бывший мультисканер, который сейчас запускает Минцифры, где на бэкэнде стоит несколько антивирусов. Также у злоумышленников есть полигоны, где стоит несколько средств защиты, на которых тестируют необнаруживаемость тех или иных атак. Ну и последняя история – это поиск уязвимостей. Она пока, наверное, находится в зачаточном состоянии. Хотя, если вспоминать всякие конкурсы 2016 года, которые проводила DARPA при американской Минобороне, там очень интересная была история, когда устраивали битвы роботов, но не те, которые такие зрелищные, которые проводятся, там и Минцифра недавно проводилась и так далее, а битвы искусственных интеллектов, которые искали уязвимости у противников и использовали их. И, соответственно, выигрывала там та команда, которая могла оперативно найти уязвимость, ее заатаковать и, соответственно, сама при этом не попасться на удочку других команд, построенных целиком на искусственном интеллекте. И там самое интересное, что в 2016 году этот конкурс проведен был, и с тех пор информация ни о победителях, ни о ком больше не публиковалась. То есть это такая себе история, не совсем понятно, в каком направлении сейчас идет развитие по ту сторону занавеса нашего, что делают там потенциальные противники. Я даже не говорю про баррикады, те же самые киберпреступники, а геополитические противники, как они используют искусственный интеллект для тестирования будущих виртуальных границ и так далее. То есть тема сейчас очень активно развивается и с точки зрения защиты, к сожалению, не так активна, потому что датасетов нет, инвестиций в исследования особо нет. Ну и по сути своей каждая компания пытается выкручиваться самостоятельно, что, в общем, не добавляет пока оптимизма в этом вопросе. Спасибо большое. Сергей, добавите что-то? Или нет? Да, конечно. Я вот как раз последнюю фразу Алексея поддержу. Нет какой-то консолидации, к сожалению, поэтому действительно каждая компания пока работает в меру своих представлений о прекрасном. То есть, допустим, лично у меня нет каких-то доказательств использования искусственного интеллекта злоумышленниками, которые я мог бы вам предъявить, но при этом мы уверены, что он используется. Ну просто по косвенным причинам. И, соответственно, мы, находясь на стороне защищающихся, что можем сделать? Лишь пытаться не отставать в этой гонке. То есть мы, в том числе являясь вендором в каждой нашей разработке, в каждом нашем перспективном продукте, изначально проектируя его и планируя, закладываем штатную единицу специалиста по машинному обучению, по искусственному интеллекту, и на определенном этапе зрелости продукта этот специалист в команде появляется. Он просто специалист по ML, он не погружен в предметную область, он вооружен инструментом, и он ищет, где конкретно в данной разработке можно с помощью инструмента, это же просто инструмент, он обоюдо острый, можно улучшить функциональные или нефункциональные характеристики того или иного продукта. И практика показывает, что если вот так подходить к этому вопросу, то он находит. Ну то есть это инструмент, который может что-то улучшить. Если этим пользуются хакеры, мы должны пользоваться этим тоже. Да, это затраты, но мы всегда находимся в позиции догоняющих, поэтому здесь не хотелось бы далеко отпускать наших неуважаемых коллег, которые на стороне атакующих. Поэтому наш выход пока такой. То есть мы превентивно внедряем эти инструменты и пытаемся с помощью них сделать наши продукты и сервисы более эффективными. Кто в этой гонке победит, я согласен, что не хватает некой консолидации каких-то общих инструментов, консорциумов, которые бы помогали нам обмениваться опытом и делать нашу защиту более эффективной. Ну то есть как инструмент защиты, вот Алексей упомянул, что не очень активно развивается именно направление защиты при использовании искусственного интеллекта. А почему сейчас это так с вашей точки зрения? Ну активно, да, просто фрагментарно. Чего не хватает? Да давайте я попробую. Что такое искусственный интеллект с точки зрения кибербеза? Это наличие моделей, это наличие датасетов. Вот если с моделями у нас проблем нет, то у нас проблема с датасетами. Потому что для того, чтобы набрать достаточный объем данных, по сути своей, каждая компания в области кибербеза должна иметь либо мощнейший полигон, который работает в круглогодичном режиме, либо быть оператором связи, который имеет доступ к трафику и к огромному объему данных. У нас таких компаний, ну по сути своей, там 4-5 наберется на всю страну. При том, что разработчиков в области кибербеза в стране около 200 на сегодняшний момент. Несмотря на все инициативы, указы и так далее, что регуляторы должны делиться своими датасетами с рынком, да, обезличенными, но делиться никто не делится по понятным причинам. То есть я с трудом себе представляю, что Госсопка отдаст всю накопленную информацию, даже в обезличенном виде, бизнесу. И в итоге получается, что мы либо оперируем датасетами 99-го года, как делают многие разработчики средств обнаружения атак, там KDS-99, либо пытаемся создавать какие-то свои полигончики в рамках CTF-ов, и на них там начинающие мамкины хакеры условно что-то ломают, и мы на этом пытаемся строить датасет, ну и соответственно обнаруживаем тоже мамкиных хакеров. А вот реальных там бойцов невидимом фронта обнаружить достаточно сложно. Здесь нужны данные, ну которые их либо нет, либо они есть, но они засекречены. Ну и все это, в общем, сильно осложняет жизнь. Ну а не решается этот вопрос установлением требований к тем компаниям, там к организационным, там техническим и необходимым обеспеченным уровнем безопасности, которым могут такие данные предоставляться. Ну то есть если там контур, допустим, условно соответствует неким требованиям, то почему бы им не дать эти данные? И тут следующий вопрос как раз напрашивается на самом деле к Станиславу по поводу криптографии и криптографической защиты и методов обезличивания современных. Какие там инновации, ну действительно ли невозможно обезличить данные или защитить данные так, чтобы можно было их передать? Вроде цель-то благая, мы же защищать, ну хотим использовать искусственный интеллект как инструмент защиты. Почему бы этого не сделать? Смотрите, действительно в криптографии современной никто не занимается сейчас из коллективов наиболее широких условно там разработкой блочных шифров, базовых механизмов. Все занимаются сейчас разработкой сложных протоколов для того, чтобы работать строго по конкретным задачам. Если говорить о том, с чего мы начали, то для того, чтобы сбор большого количества данных и анализы их с помощью искусственного интеллекта ничего не мог дать злоумышленнику, сейчас строятся очень сложные, развесистые криптографические протоколы для обезличивания данных, для конфиденциальных вычислений, для обеспечения анонимности. Простой пример, очень, наверное, близкий по времени даже нам сейчас. Недавно прошло электронное голосование и федеральная система электронного голосования, то есть вся, кроме Москвы, как раз была разработана с нуля в части криптографии за много лет. И методы обезличивания данных, анонимизации данных, гомомортного шифрования, методы, связанные с доказательствами, с нулевым разглашением, вот все вот эти вот довольно тяжеловесные, сложные и, главное, новые протоколы, которые там требовались, разрабатывались в России, ну, собственно, с зарубежными коллегами, собственно, за рубежом, что логично, с нуля и с осознанием конечной задачи. И конечная задача усложняется из-за того, что мы не можем больше полагаться на предположение о том, что у злоумышленника не будет доступа ко всем данным. То есть не можем предполагать, что злоумышленник, ну так, по классике, будет там атаковать условно один канал. Нет. Злоумышленник просматривает фактически либо весь трафик, либо подавляющая его часть. И анализирует его. Причем не только в части каких-то строгих там вычислений, но и с помощью методов применения искусственного интеллекта, с помощью анализа нейросетями. И это значит, что мы не просто должны защищаться от каких-то конкретных методов атак, связанных с анализом, а мы должны обосновывать, что при любом подборе методов анализа он ничего не сможет получить в строгом математическом смысле. И это задача, которая сейчас решается успешно. В России тоже, слава богу, здесь очень много важных, сильных разработок по линии Минцифры, ФСБ России, ТК-26, лицензиатов ФСБ России. И эти задачи, безусловно, будут для нас, для всех, задачами первоочередными на много ближайших лет. Другой пример. Например, в ту же область, к тому же вопросу, это вопрос обмена информацией между банками. Понятный пример. Когда пользователь, клиент приходит, запрашивает, например, тот или иной запрос на кредит, на договорный кредит, оставляет заявку, он дает некоторые данные о своей истории, о своих счетах банков и так далее. По классике происходит тот или иной обмен информацией между банками. Регуляторную историю тоже в сторону. Фактически просто так или иначе с теми или иными запретами передаются суммы. Согласие пользователя. Но когда они передаются в большом объеме, и мы понимаем, что есть злоумышленник, который может анализировать данные, то набирается объем, который позволяет по этим метаданам самого человека довольно много о нем узнавать. И если это люди, которым приковано пристальное внимание общественности, государственные деятели, представители специальных служб, это довольно серьезная угроза для государства. Ну а в случае рядового клиента это угроза частной жизни. Поэтому одно из направлений, которое тоже сейчас очень активно развивается, и которое как раз таки учитывает наличие у потенциального нарушителя всех возможностей с использованием искусственного интеллекта. Это конфиденциальные вычисления, это распределенные вычисления, которые позволяют с помощью математически строго доказанных протоколов, механизмов обмениваться данными между банками так, чтобы никто, анализируя эти данные в канале, либо в одном из банков, не мог узнать ничего того, что ему знать не надо. Казалось бы, вот это все про какую-то общую математику нет. Здесь в чистом виде всегда работает именно криптография с моделью нарушителя, с классикой. И третье что я добавлю. Когда мы говорим про криптографию и про ее применение в неких современных сферах, всегда возникают вопросы, связанные с тем, а как нам безопасно работать, если мы не можем полностью доверять, например, своим же телефоном. Всем понятно, что если постоянно в госорганах запрещают работу на айфонах, на айосе, то, наверное, что-то здесь в этом идет не так. Опять же, современная криптография дает возможность работать и на таких вот слабодоверенных устройствах за счет распределения вычислений. С пониманием того, что даже если данные какие-то собираются с самих устройств, например, производителям техники, то даже в этом случае можно некий уровень безопасности аккуратно формулируемый, аккуратно оцениваемый обеспечивать. Ну, пожалуй, вот три направления, как примеры, конечно, гораздо больше. Да, Станислав, спасибо. Только я правильно поняла, что, в принципе, сейчас идет работа по тому, чтобы сделать некий свод, допустим, правил, по которым даже объединенные датасеты, там, допустим, двусторонние, многосторонние вычисления, могли быть использованы для того, чтобы, ну, например, обучать модели искусственного интеллекта, в том числе для борьбы, там, с атаками. Или неправильно? Совершенно верно. Более того, эти работы ведутся во всех странах мира. в той или иной степени всем занимаются, потому что без этого невозможно продвигаться вперед в обработке больших объемов данных с пониманием, что они все равно будут утекать. Поэтому методы обезличивания как такового, вот уже для конкретных данных, это уже, наверное, не столько криптография, сколько некая такая вот смежная область с анонимизацией, с обезличиванием данных. Но фактически методы, подходы, модели нарушителя, там максимально известны для криптографов, поэтому так получается, что занимаются ими зачастую криптографы. Ну, а по поводу математической строгости еще, ну, просто очень интересная тема, я хотела там еще уточнение некоторое. По поводу математической строгости, вот там, если вы доказали, например, что некоторые методы обезличивания, ну, там, или совокупность методов обезличивания, там, допустим, федеративное обучение с кем-нибудь еще дополнительным, плюс требования к контуру, вы используете, и вероятность как бы отсутствия атаки или, ну, как бы невозможности успешной атаки, она может быть нулевой или нет? И да, и нет. Если говорить про конкретную систему и про конкретный набор данных, которые собираются в ней, обрабатываются в ней, то да, можно это делается в рамках анализа конкретных систем с конкретными методами либо обезличивания, либо построения набора протоколов, которые делают для нее, и строго доказать, и с учетом уже технических аспектов, которые неотъемлемо возникают в системе, например, накопление информации о задержках при передаче информации в сети, то есть побочные каналы, фактически, да, можно совершенно строго в этой конкретной системе после анализа, экспертизы, регуляторами, лицензиатами, лабораториями свести возможность атак к нулю. Опять же, конечно же, пока у злоумышленников не появится какая-то новая лазейка, которая сможет заиметь канал данных, который кто-то не учел. А вот если говорить про некие произвольные данные в произвольных системах для произвольных целей, тут все сложнее, потому что если вы посмотрите даже на то, как работают системы, получая данные из ЕСЕА, даже эти данные меняются со временем, то есть становятся больше, они становятся немножко другими, они используются по-разному. И, конечно же, серебряные пули не существует. Если что-то аккуратно проверить, обосновать, сделать для одного набора данных, для одного набора применений, то любое минимальное изменение может привести к тому, что по каким-то метаданным, по каким-то дополнительным данным можно будет вскрыть все, что пытались защитить. Поэтому работа это, к сожалению, очень требует большой скрупулезности, большого количества экспертов, которые не только оценивают как математики что-то, это не то, что самое простое, это самое понятное в части фундамента, а вот оценивать релевантность этих самых моделей, то есть их реалистичность, их применимость на практике, это то, что требует очень большого экспертного сообщества, которое может друг друга ловить на мелких ошибках, которые могут приводить к огромным провалам. Ну, да, Алексей, сейчас я отдам тебе слово. Я бы можно тоже на правах модератора прокомментирую. Мне тут как раз казалось, что хорошо бы для этой работы привлекать и представителей бизнеса. Мне кажется, что все заинтересованы и в использовании данных, и в использовании в том числе искусственного интеллекта, инструмента защиты от кибератак. И я понимаю, о чем вы говорите, когда вы говорите о дефиците кадров и необходимости тщательной проработки этой тематики. Действительно, это очень долгий процесс, но мне кажется, что было бы хорошо, если бы все заинтересованы в том, чтобы в России с данными можно было работать. И было бы хорошо, если бы представители бизнеса тоже могли принять участие в этой работе и как-то, может быть, продумать модель такую распределенную, когда все будут помогать Минцифре и Центру цифровой криптографии в таких работах. Алексей. Я бы согласился, если бы все было совершенно не так. То есть у меня двое детей и я примерно представляю, что чувствует ФСБ, общаюсь со своими детьми, потому что если старший у меня уже 20 лет, он живет своей жизнью, я его отпустил в свободное плавание и он делает то, что он считает нужным, иногда советуется, иногда нет, это его жизнь. С дочкой ей 14 чуть сложнее, но я тоже ее отпустил, а ФСБ не отпускает никого. То есть это такой жесткий отец или мать, тут в зависимости от склонения, которая считает, что все вокруг дети и они никогда не вырастут, а вот она прожила такую богатую событиями жизнь, что она знает, что за каждым поворотом, в каждой подворотне поджидают этого ребенка враги, шпионы, алкоголики, тунеядцы и так далее, и они нанесут непоправимый ущерб этому ребенку. Поэтому нельзя этого ребенка отпускать, надо держать при себе, контролировать все, что он делает, а желательно, чтобы он вообще ничего не делал, все делали за него. И вот то, что происходит с точки зрения и вопросов криптографии и всех вопросов, связанных с протоколами, и вопросов, связанных с госсопкой, и так далее, и так далее, у нас вот крутится вокруг этого засекретить и не раскрывать. Даже если это можно обвесить кучей разных протоколов, которые с определенной степенью достоверности гарантируют нераскрытие информации, то потом окажется, что а вот там есть такие приборы, о которых никто не знает, но они там наверняка есть, которые даже вот это раскрывают, поэтому мы сделаем модели угроз, даже не КС и даже не КБ, а сразу КА, и каждому бизнесмену, начиная с индивидуального предпринимателя, свой шифрорган, лицензию на густайну, и вот тогда, может быть, мы вам дадим выписки из выписок, чтобы вы поняли, как надо работать с этими датасетами наиболее безопасным образом. Вот, Станислав сейчас скажет, что я не прав, но извините, за 30 лет в кибербезе я не видел пока ничего другого, и оно не изменится в ближайшие лет 30, пока там не сменится целиком несколько поколений, и то нет уверенности, к сожалению. Алексей, как два человека, которые сидели на другой сцене, недавно обсуждали ту же самую тему, я понимаю, что ты набрасываешь с пониманием того, что я тебе отвечу, когда мы говорим про конкретные системы, такие, как в частности то же самое пресловутое электронное голосование, публичность, все информации о протоколах, она является приоритетной для всех, я, кстати говоря, в случае не из ФСБ России, ты знаешь. Вот есть Александр, который бы прокомментировал про публичность. Это пожалуйста, я потом... Вот так, в конце у нас есть вопрос. Я готов от вас от всех, но по очереди. Сначала спикеры поругаются, потом мы поругаемся все вместе. Потом поругаемся все вместе, да. Я готов, собственно, с радостью, да. Так вот, говоря про электронное голосование, повторюсь, федеральное, московское, в сторону оставляем. Когда мы говорим про него, то было колоссальное количество семинаров, приглашений, статей. И как ты думаешь, почему в этих дискуссиях участвуют одни и те же люди? Вот как ты думаешь? Потому что, блин, наверное, никто не понимает этих даже букв, связанных с ЗТКП, гаморфным шифрованием, протоколами. И когда говоришь, да, давайте, давайте обсуждать вместе, вот выступаем на конференции, Санислав, я бы вообще тему голосования не сильно бы обсуждал, потому что она не совсем про интернет-безопасность, а самое главное, что давайте говорить с точки зрения, как это принято, правоприменения, а не теоретических основ юриспруденции, у нас президент все равно не меняется. И какие-то темы тогда обсудишь? Какие бы голосования у нас не были. Поэтому, ну, мы говорим про безопасность совсем далекого будущего. Ну, вот я надеюсь, это вырежут из прямого эфира. Ты сейчас говорил про классы КС-3 и КБ. Это недалекое будущее, это наше прошлое и настоящее. Никто в части того, о чем мы говорим, не засекречивает ничего, связанного с подходами. Если тебе что-то вдруг неизвестно, ты можешь подойти и узнать. У меня тут есть финансовый аргумент. Знаете, учитывая, что бюджет на экономику данных маленький, мне кажется, что данные бизнесу придется отдавать. И требования устанавливать рамочные все-таки. Потому что... Уточни, отдавать бизнесу государству или государству бизнесу? Во-первых, государству бизнесу, во-вторых, разрешать бизнесу работать с этими данными, потому что в противном случае у нас никакой экономики данных не будет. Ну, это мое личное мнение, но я думаю, что оно правильное. Слушайте, а вот еще хотела... Да, Роман подел. Да, Ирина, я как раз тоже хотел про экономику данных вспомнить. Ну, то есть у нас уже прозвучал сегодня тезис, что данных мало, там обучать на них сложно, потом мы ушли в криптографию. Здесь я вообще, в принципе, слушал эту историю про обезличивание с одной простой мыслью. Мы пытаемся решить, как что-то там скрыть путем обезличивания. Хотя у меня есть какое-то такое субъективное ощущение, что если задаться целью и поискать это уже в интернете, в каком-то доступе, то, скорее всего, мы это найдем. То есть здесь такой парадокс, когда мы решаем проблему относительно тех данных, которых нету, да еще тех, которые можно и так получить. Ну, это скорее риторика. А вот про экономику данных и про данные в целом здесь такой тезис. Я участвовал в конференции неделю назад, как раз посвященный этой теме. И здесь основной вопрос в принципе в количестве этих данных. И даже не в том, кто кому их будет отдавать, а кто их будет генерить и накапливать. И какая экономика, то бишь, какие косты возникнут в этой ситуации. Ну, то есть простыми словами, на мой взгляд, картина выглядит примерно следующим образом. Нам нужно больше данных, более точных, в большем объеме. Их генерация, их хранение, ну, можно вспомнить закон Яровой, в какую копеечку обходится. Поэтому даже если мы договоримся, мы скорее всего договоримся об обмене этими данными, то их генерация безусловно в большей степени окажется на организациях, преимущественно коммерческих, преимущественно которым мы люди платим за товары и услуги. Ну, короче, платить за данные, цифровые данные будем, скорее всего, мы, так или иначе. И вот тогда уже будет какая-то экономика, будет разговор, когда эти данные в принципе появятся и будут набираться и накапливаться достаточно качественном и длительном объеме и масштабе. Наверное, вместе с этим станет актуальна тема их обезличивания. Но тут следом мы вспомним про квантовый компьютер и еще раз вернемся к алгоритмам обезличивания и шифрования. Спасибо, Роман, за комментарий. наверное, тогда, раз уж мы тут про квантовый компьютер заговорили, тогда еще один вопрос у меня есть к Станиславу. По поводу будущего, как вы видите будущее квантовой и постквантовой криптографии? Ну, смотрите, наверное, нас всех интересует не абстрактное будущее, а то, как наше с вами массовое использование чего-либо, там, зарубежного, российского, неважно, изменится от этого. Можно говорить долго и рисовать какие-то воздушные замки, на самом деле все очень просто. Квантовая угроза, как такова, там, близка ли она, не близка ли она, на самом деле, так, если упростить, никто толком не знает. Она какая-то есть. Квантовая угроза, то есть появление полноценного квантового компьютера, который сможет современную асимметричную криптографию, там, РСА, подпись, существующая на рептике, раскалывать щепки. Есть три метода противодействия. Первое это квантовое распределение ключей, поставить железные ящики с двух сторон и защищать каналы с помощью квантового распределения ключей. Второе это полностью перейти на симметричную криптографию, то есть забыть про все наши удобства, которые у нас было много лет. И третий вариант это постквантовые механизмы, то есть это криптография, основанные на других математических принципах, чем используются сейчас. Каких, наверное, здесь можно не углубляться. Так вот, первые два подхода для массового пользователя, для нас с вами, как граждан, абсолютно неинтересны, потому что никто не будет ставить себе железный ящик дома или там носить около телефона еще какой-то отдельный квантовый генератор или квантовое распределение ключей применять. Симметричные механизмы, опять же, для массового использования невыполнимы, неприменимы. А третий подход по квантовым механизмам на самом деле звучит красиво, по большому счету это другая математическая база, которая в истории криптографии и так менялась много раз. Переход с конечных полей на эллиптические кривые это не менее серьезный переход в каком-то смысле. И здесь, по большому счету, если все криптографы хорошо потрудятся, то через сколько-то лет будет просто очередные версии средств электронной подписи, в частности, моих, других компаний, которые будут использовать постквантовый механизм, и никто особо ничего не заметит. Все скачают критопроц SP версии 11.0, поставят себе его, будут вызывать отчетность с помощью него, и они не особо заметят, постквантовый это механизм или нет. Более того, большинство даже не подумают об этом. Это наша цель. Но есть нюансы. Когда мы говорим про постквантовую криптографию, к сожалению, есть очень много ограничений, связанных с размерами ключей. они будут уже занимать десятки или сотни килобайт зачастую с задержками в канале, с скоростью, с удобством работы, потому что алгоритмическая база гораздо более сложная. Но с этим борется, собственно, общественность, в том числе с активным прилечением таким нелюбимым Алексеем ФСБ России для того, чтобы в будущем никто особо не замечал какие-либо переходы и все спокойно работали. Кстати говоря, ТЦК, уже упомянутый, к которому прямое отношение тоже, тут тоже, я надеюсь, довольно активную роль займет, так как разрабатывать чисто коммерческим компаниям что-то для рынка это здорово и хорошо, мы этим занимаемся, но делать это в коллаборации на основе площадки вместе с правительством, с государством гораздо проще, потому что не возникает постоянно вот этого прищура, а что это они делают, а не хотят ли они себе здесь какие-то дополнительные деньги наварить каким-то хитерным способом и совершенно спокойно можно творить разумное, доброе, вечное, не сильно оборачиваясь на завистников. Только, Станислав, надо же понимать, что когда ты говоришь общественность, работающая с ФСБ России, она отличается от понятия общественности, которая, наверное, у 99% сидящих в этом зале. А у нас криптографии другой нет. Если ты не работаешь с ФСБ России, то вернее, если криптографией ты не занимаешься. Но можно попробовать. Ладно. Молодцы. Давайте. Теоретические исследования это хорошо, я считаю. Нужно, ну, прикладной аспект не менее важен. Поэтому, конечно, надеюсь, методы появятся, и мы что-то сможем сделать в этой стране. Поменяю я, наверное, тему. Ну, давайте у нас очень интересная тематика это айот-устройства. У нас сегодня носимых устройств становится все больше. И часто мы там видим, да, там статьи какие-то про атаки там чайников, холодильников или чего-то еще. Но есть, наверное, какие-то и более серьезные вещи. Ну, например, когда речь идет о тех устройствах, там, не знаю, ну, кардиостимулятор давайте возьмем, или какие-то вещи, которые люди используют постоянно и которые обеспечивают, например, какое-то функционирование здоровья у людей. Вот здесь вопросы безопасности этих устройств. Действительно, там, ну, каждый уже второй, мне кажется, в больших городах используют такого рода вещи. У многих есть, ну, там, куча айота дома. Какие здесь тренды, что вообще происходит и как бы что надо делать, коллеги, в этой части? Я, наверное, сначала слово дала бы Сергею МТС Ред. Да, коллеги, ну, на протяжении последних десяти лет, наверное, я, на самом деле, не наблюдаю какого-то спроса от индустрии. То есть, всегда защита это сервис, да, это услуга, это какие-то продукты, которые кто-то покупает. Вот, и если брать интернет вещей, да, и какую-то защиту с УТП промышленности, там, я в разные периоды жизни участвовал в разработке соответствующих продуктов, вот, всегда не было проблемы их разработать. Мы там и специфические протоколы совместно с коллегами, да, там, по ТК-26 с регулятором разрабатывали и доказывали их стойкость, и они были применимы, они были легковесными, они не потребляли ресурсов, они помещались на различные там маленькие микрочипы, да, в различных устройствах. Это давно сделано, много лет назад, вот, но мы как бы здесь все бизнес так или иначе представляем, да, мы не говорим сейчас за государство, вот, с точки зрения бизнеса, да, там, спрос рождает предложение, а вот в истории с защитой интернета вещей и прочих там индустриальных систем, как раз предложение появилось раньше, чем спрос. То есть мы как безопасники, возможно, в некотором смысле там перестраховались, да, и подумали, что вот новый некий рынок, новая грань ландшафта, вот, которую тоже надо защищать, то есть новые какие-то виды инфраструктур появляются, доселе невиданных, вот, мы все придумали, вот, но спроса от этих самых инфраструктур мы не увидели, какого-то значимого, коммерческого, то есть был интерес, были пилоты, были точечные внедрения, то, что я видел на своем опыте, вот, была стандартизация, была какая-то поддержка государства, я и сам участвовал в разработках субсидируемых государством, они тоже были успешные, вот, с точки зрения функциональных, нефункциональных характеристик, но это бизнес, да, если нет спроса, вот, но стимулировать в данном случае мы его не можем, да, его стимулируют, как бы, атакующие, вот, видимо, не настолько это пока им интересно, чтобы настолько простимулировать, вот, саму промышленность, с точки зрения вложений в защиту этих инфраструктур, вот, ситуация такая, то есть на стороне защищающихся, моя совесть чиста, коллег моих, я думаю, во многом тоже, мы много сделали, вот, много чего готово, есть продукты, линейки продуктов, которые сертифицированы, то есть даже регулятором, не говоря уж там о коммерческих каких-то вещах, вот, пожалуйста, пользуйтесь, вот, и второй аспект, который, возможно, тормозил этот процесс, что, к сожалению, вот, индустриальная безопасность и защита интернет вещей, она очень сложно стандартизируется и классифицируется, ну, условно, есть межсетевые экраны, там, или криптомаршизаторы работают по стандартному набору протоколов, их там несколько штук, вот, а вот индустриальная безопасность, она разная, ну, то есть, условно, защита там атомной станции, да, и защита зубных щеток, это две разных защиты, хотя и то, и то, и другое можно назвать вот индустриальной безопасностью, защитой там интернета вещей, так или иначе, вот, все вокруг этого движется, то есть, мы сталкивались с тем в прошлых моих там, да, жизнях, что каждый новый приходящий заказчик из какой-то сферы индустрии, вот, приходил совершенно своими какими-то там эксклюзивными, кастомными, либо просто малоизвестными протоколами, требованиями, требованиями к встраиванию, требованиями к интерфейсам, требованиями к API, и не получалось создать какой-то универсальный набор решений, который более-менее подходил бы широкому кругу пользователей, то есть, это либо там падение в заказную разработку, то есть, нужен крупный заказчик, там условный роз чего-то там, да, который придет к крупному вендору и закажет, а скорее всего сам сделает, в общем, это уже не совсем про бизнес, вот, поэтому вот рынка в хорошем понимании, когда есть много заказчиков, много производителей и какое-то регулирование, вот, я не увидел, чтобы он зародился, то есть, регулирование, да, какие-то стандарты выпустили, что-то, вот, но с точки зрения вот пула заказчиков и пула производителей, которые бы взаимодействовали, взаимовыгодно, на мой взгляд, пока не случилось, и я верю, что это случится, но, наверное, в каком-то следующем этапе, на витке развития, когда вот эти самые устройства, в том числе интернет и вещей, будут более стандартизованными, когда какая технология, там, не знаю, победит, как когда-то победил, там, да, когда-то победил Wi-Fi, вот, может быть тогда. Пока вот, к сожалению, просто нет спроса, а мы-то готовы, да. Спасибо, Алексей. Ну, я не согласен, как обычно, я объясню, почему, потому что здесь, наверное, не работают классические принципы экономической теории про спрос и предложение, все-таки мы говорим о консюмерах, не о бизнес-то бизнес рынке, а о консюмерах. Вот если сейчас спросить у людей, готовы ли вы там платить плюс 20% за безопасный интернет, который вам будет предлагать провайдер, и большинство скажет нет, не готовы, потому что большинство из вас считает, что интернет и так должен быть безопасным, и оператор обязан вам предоставлять чистый от вредоносов, от фишинга и так далее интернет. Оператор скажет, он вам ничего не обязан, потому что по закону он действительно не обязан, и две стороны будут правы. Вот с интернетом вещей ровно та же самая история. Если спросить человека, готов ли он заплатить за там дополнительную безопасность своего бортового компьютера в автомобиле, если у него еще иностранный автомобиль, неотечественный, где там бортового компьютера нет, то человек скажет, нет, не готов. А если ему сказать, а готов ли ты, что у тебя дистанционно на скорости 90 км в час отключат тормоза, а такое возможно, он скажет, нет, конечно, я не готов. То есть это как в пирамиде масла. Безопасность находится там на нижнем уровне этой самой пирамиды, это базовая потребность. Человек просто о ней уже не сильно задумывается, не выставляя отдельные требования по нее, считая, что она и так должна быть по умолчанию встроена в продукт, который он покупает. И то же самое касается кардиостимуляторов, то же самое касается как бы инсулиновых помп, то же самое касается поясов верности, сексуальных игрушек, которые подключаются к интернете, стельки и так далее, и так далее. Она встроена, я не пойму, или нет? Оно встроено по-разному, где-то она в понимании производителя является безопасным, но там, как правильно говорит Станислав, экспертов там нет, модели угроз никто не, и тем более нарушителей не оценивал, и поэтому это там условно обходится и ломается на раз, два, три. Но главное, что здесь же есть обратная сторона медали. Несколько лет назад ко мне пришел один стартап, который занимался умными счетчиками электроэнергии и водоснабжения, и сказал, вот я выхожу на правительство Москвы, хочу предложить им свои счетчики, устанавливать во все дома, у меня есть договоренности со всеми, то есть мое устройство всех устраивает. Единственное требование, надо туда встроить сертифицированную криптографию. Извини, Станислав. За что? Я только за? Конечно. Конечно надо. И он говорит, вот я пришел к одному вендору, ко второму, а их всего два по сути своей, которые могут это делать нормально именно для счетчиков, и себестоимость выросла в пять раз по сравнению с счетчиком за две тысячи рублей стало десять. Он говорит, у меня экономика не сходится, то есть у меня за десять тысяч никто ради гастированного шифрования никто это не купит. Что делать? Я говорю, ничего не делать. Ну вы ничего сделать не можете, это система, с системой у нас, вот только Александр борется. А все остальные как бы живут либо нарушая правила осознанно, либо не идя в рынок, который от них требует невозможного. И как бы стартап ушел, продает сейчас не в Москве, а в других регионах, где требования по криптографии может быть не такие серьезные. И вот это как раз о спросе и предложении, когда у нас вроде как все хотят безопасного интернета, вещей не готовы за него платить, виндара не готовы платить за разработку, потому что это же действительно достаточно серьезные инвестиции. А пока мы не проверили гипотезу, будет рынок покупать это решение, либо не будет, никто не готов инвестировать в пустоту. Ведь он может не окупиться, поэтому будем жить, пока не появятся первые смерти. Пока кто-нибудь не сообразит, что это нужно на законодательном уровне обязать и заработать на этом денег. А появится эта потребность, когда кто-то умрет, вот как в Америке уже были смерти, и там требования медицинского регулятора, автомобильного регулятора сразу появились. Сейчас, например, в Европе также появились с этого года новые требования по безопасности автомобилей, и часть автомобильных концернов отказалась выпускать свои автомобили на европейский рынок, потому что они не соответствуют требованиям кибербезопасности. Не просто безопасности, а кибербезопасности. Когда это будет более широко, это будет хорошо. Главное, чтобы до России это добралось не скоро, потому что если от каждого производителя автомобиля потребуют получать сертификат в стек и вешать голограмму на каждый автомобиль, у нас ценник возрастет еще раз в три. А нельзя так сделать коллегию Станислава, чтобы ценник так сильно не возрастал пять раз? Это очень много, мне кажется. То есть если бы он возрастал в какую-то разумную сумму, то, наверное, имело бы смысл… Разумно, с чьей точки зрения? С точки зрения потребителя, разумеется. Значит, пять раз, я думаю, что здесь некоторые фантазии Алексея связаны… Нет, никого фантазия, у меня расчеты есть. Расчеты есть, Станислав. Хорошо, мы давай обсудим с тобой расчеты, потому что пять раз возрастание стоимости устройства – это круто. Мы бы, наверное, здесь уже сидели, приезжая на других автомобилях. Но, если серьезно, то стоимость любого устройства возрастает все же обычно за счет программного элемента, программной криптографии. Когда это любая массовая история, стоимость за единицу все равно маленькая. Поэтому, когда история возникает большая, массовая, на все счетчики, ну, ценники у нас, например, весьма скромные сейчас. Я не знаю, может, пять лет назад как-то мы плохо общались? Ну, Станислав… Сейчас стало хорошо. Знаешь, тебе понравилась сумма, которая сейчас у нас есть? Да, мне кажется, в пять раз. Там даже пять процентов-то плюс не сильно возникают. Мы же понимаем, что вот эти плюс пять процентов, когда вам обещают и подписываются под определенным объемом, когда компания говорит, я не уверена, давайте опытные там партию и так далее, ценник возрастает. Потом у вас вкладывается стоимость сертификации, тематических испытаний, всяких исследований, поддержки и так далее, и так далее. Поэтому там стоимость именно разработки, это как в чашке кофе, стоимость зерен кофе 4%. Все остальное – это накладные расходы всех, кто участвует в этой цепочке. Наверное, и в разработке криптографии стоимость разработки – это 3%, а все остальное – накладные расходы. И да, и нет, потому что действительно, когда приходит стартап и хочет чего-то, и совершенно не очевидно, будет ли у него успех или нет. Да, конечно, фигачить сначала исследования научные, потом разрабатывать, потом встраивать, но за бесплатно сильного желания нет, это правда. Как и в любой другой области, не только в криптографии, просто везде. Когда же приходит условно предвититель счетчиков, который уже стоит во всей России, и уже понятно, что есть регуляторка, и он это вернее всего продвинет, да нет, никто не будет брать деньги заранее, если понятно, что вернее всего это взлетит. У нас было много, например, если говорить про, вот пример с машинами, эра главнаст, если помните такую штуку, симки в каждой машинке с передачей данных в случае аварии, там же история с гостами тоже появлялась. Был понятен рынок, было понятно, зачем это делать. Никто не закладывал стоимость в 5 раз больше. Хотя я с тобой согласен, конечно, что когда мы говорим про непонятную историю и про желание сделать что-то где-то, где непонятно будет платить, да, в итоге нужно закладывать просто сумму разработки. И главное исследование, которое в криптографии, честно говоря, так не всегда очевидно, потому что когда полгода кто-то математикой занимается, а потом разрабатывает, полгода работы математиков не сильно кто-то может заметить, там не в точне отчетов меряется чистого времени. Да, приходит закладывать. Но эроглонас прекратил свое существование вроде. А что? Эроглонас прекратил свое существование. Ты знаешь, в последние годы, наверное, пришлось не сладко, я просто не знаю. Ну да, это хороший вопрос. Экономика там не сошлась, да. Ну и другие причины тоже сыграли в свое время. А, другие причины. Ну расскажите, вы вот как экспертом, я вот, например, не очень в курсе, честно скажу, какие-то атаки крупные за последние пару лет на IOT-устройство. Да, в ноябре прошлого года ряд пользователей не в России столкнулись с атаками на электронные пояса верности, надетые на известно что. В таких условиях, мне кажется, любой человек отдаст все, что у него есть, только бы его разблокировали. Это была достаточно массовая атака. Да, это не миллионы пользователей, но там достаточно много. Есть случаи атак на кардиостимуляторы. Ну, тоже неприятная история. На автомобиле отключение тормозов тоже есть. Пылесосы, следящие за помещением, в которых они ездят, тоже есть. Ну, по сути своей, любое интернет-устройство может быть взломано без большого труда. Главное понять смысл. Вот как Роман сказал, многие атаки становятся целевыми. Мы о многих вещах просто не знаем. Потому что, ну, зачем ломать массово, если можно взломать точечно, либо следить за кем-то через интернет-устройство, собирая данные. Вот, кстати, хороший пример, который закончился очень печально для человека. Бегун, у него был фитнес-трекер, который отдавал всю телеметрию в приложение, которое публиковалось в интернете. А он, собственно, был бывший участник СВО. Его подстерегли и, к сожалению, убили. Вот, это пример, как бы, устройства интернет-вещей, которые вот у каждого, у многих на запястье. Вот у меня на запястье фитнес-трекер. Ну, я отключил всю эту телеметрию, ну, вот, спортивную, поэтому оно никуда не отдает. Вот, но сам факт. Для кого-то закончилось печально. Но многие же на себя не примеряют. Все же, как в обычной страховке, считают, что со мной-то этого не случится. Я-то гусь подкованный. Ну, а потом уже поздно. Роман Сергеевич, у вас есть по этому вопросу? Мне хочется, наверное, немного вернуть в плоскость корпоративную, организации, бизнеса. На самом деле, я дважды сталкивался с вопросами безопасности АОТ. Не очень часто для меня тема, но тем не менее. Первый раз это было строительство, то есть это девелопер, и, в общем-то, была инициатива сразу, условно, строить дом, с фундамента, такой подключенный умный дом. По-моему, если не ошибаюсь, уже вот сейчас на рынке такие предложения появляются или вот ток-ток появились. В тот конкретный момент, ну, то есть однозначно нельзя было. Было очевидно, что безопасность, патч-менеджмент и так далее, все же связано с интернетом вещей, особенно вот с одной стороны бытовых, а с другой стороны, за которые должен был там застройщик отвечать, а потом какая-то управляющая компания, гарантировать и как-то обеспечить нельзя. Отсюда была простая история, что застройщику нужно всю инфраструктуру дома защитить, и тогда там безопасно могут работать какие-то i-word-устройства. Ну, дальше просто представьте, кто работает в организациях, отвечает за их кибербез, сколько компаний вкладывают усилий в эту историю, а тут дом. В чем-то похожая сущность, вот надо взять и сразу его обеспечить защиту. Не очень рентабельная оказалась, тема, но, наверное, на тот момент, скорее, очень непривычная. То есть вот застройщику, тот, который там бетон месяц, стройматериалы завозит и складывает, ему нужно было какое-то там проектирование, средства защиты где-то ставить. Мы даже посмеялись, что в такой ситуации ЖЭК или та компания управляющая, которая дом будет поддерживать, она должна еще и кибербезом заниматься, там и пин-тесты проводить, эти аудиты. Вот. Это один случай. Второй случай был в организации, несложный был интернет вещей, это не то, чтобы там задвижки какие-то на трубах или печах, базовые датчики. То же самое было решение, принято, что проще обеспечить безопасность сети, в которую они подключены, доступными средствами, контроль устройств в сети, саму защиту сети, подключение к сети, нежели уходить в эти протоколы. Ну и, наверное, из прям далекого прошлого, когда я работал в международной компании, были международные проекты, был большой проект по переводу компаний, которая занималась отпуском и учетом электроэнергии на умные счетчики. Ну вот то, что сейчас проговорили, правда, проговорили в криптографии, а там было именно построение всей модели от, скажем так, от дистрибьютора до потребителя энергии с использованием умных устройств. На самом деле, та организация потратила почти год на то, чтобы не только выбрать правильные протоколы, более-менее безопасные, но их еще и подружить, и для того, чтобы вот та целевая модель, в которой данные возникают, они генерят дополнительную прибыль, выручку, там, качество сервиса для организации, для потребителя, заработала год на, скажем так, проектирование, пусконаладку, и еще там пятилетку на переход и перевод. Вот примерно такая экономика здесь возникает. То есть я правильно понимаю, там, это общее мнение, что вообще безопасность, айот-устройство нужна, но денег на это нет. Простыми словами, я бы, наверное, сказал так, что в моменте сегодняшнего дня, вот мое понимание и представление, что более быстро и понятно обеспечить защиту инфраструктуры, куда мы вставляем айот-устройство, чем прям пытаться защитить их по отдельности. Ага, все. Нет, есть еще вариант отключить нас от глобального интернета, и тогда ни один внешний враг к нам не доберется. А внутренних-то мы умеем ловить. А внутренних что? Умеем? А внутренних у нас, вот Роман говорит, нет. Как нет? У нас нет внутренних врагов. Если ты знаешь кого-то, ты сдай куда надо. Если про внутренних всерьез говорить, то, как меня уже назначил Алексей, амбассадором ФСБ России, в России на это состояние, то есть такая сложная набор тем, связанных с пломбами, с пломбированием вагонов, машин, перевозок, всего чего угодно. Я уж не знаю про ПСО верности, тут Алексей подскажет лучше. Требуется ли там класса КС-3 для пломбирования? Я не профессионал, честно говоря. Но в части пломб, в части перевозок, там, где возникают деньги и там, где возникает готовность заплатить, ну, я не знаю, в пять раз больше, но, в принципе, не совсем уж дешево. За то, чтобы устройство класса КС-3, любимые слова, стояло и защищало, скажем, вагонов вскрытия, по этому направлению не только кто-то что-то написал, требования выпустил и порадовался, что они есть, а, в общем-то, оно прям вот разработано, сделано, встроено и работает по всей России. И так как, где возникают конкретные убытки у транспортных компаний, у, собственно, страны, там довольно быстро из требований все превращается в реальное устройство. И, в общем-то, довольно живенько. Я добавлю и проброшу мостик даже к следующей части. Я сразу, ты поймешь как. В прошлой бытности, когда я работал в компании ЦИСКО, мы привозили в Россию одного из больших президентов компании и встречали его с одним из тогдашних вице-премьеров, который отвечал за энергетику в стране. И мы надеялись, что можно будет внедрить там смарт-гриды, умное электроснабжение, генерация, транспортировка электроэнергии, потому что, ну, в России это не очень эффективно работает и теряется до 20% электроэнергии на транспортировке. И там предложили схему на оборудование различных совершенно вендоров, которая позволяла бы экономить до 20% потерянной электроэнергии. На это все посмотрели и сказали, нам не надо, у нас дешевая электроэнергия, поэтому экономить не требуется. Это одна история по поводу денег, выгоды и так далее. А вторая связана с тем, что как только мы опускаемся с такого рода умными датчиками, например, на уровень квартиры, то есть отдельные, одиозные сотрудники одного регулятора, которые считают, что информация об энергопотреблении в отдельной квартире является персональными данными. Потому что мы же всегда можем сказать, находится человек в квартире либо нет, ответственный квартиросъемщик, по кривой электроснабжения как бы определяются, его нахождение в квартире это персональные данные. А если пройти дальше, то это еще и вопрос его безопасности, потому что если его нет, то его можно ограбить в этот момент и так далее. То есть там вплоть до спецкатегории можно натянуть. И такие, кстати, попытки были рассматривать счетчик электроэнергии как устройство, обрабатывающее персональные данные со всеми вытекающими отсюда последствиями и с ростом себестоимости на их защиту сертифицированными средствами защиты. И утечки в полный рост. То есть ты намекаешь на то, что нам надо поговорить на нашу любимую тему. Это оборотный штраф из-за утечки персональных данных. Да, ты видишь, как я так... Как-то аккуратно, да, избавил меня от связки. Я вообще хотела, думала, начать с биометрии. Ну ладно, бог с ней. Там биометрия отдельно. Давайте после утечек. Она еще тоже течет. Там тоже ответственность, это же спецкатегория и так дальше. Так, ну что ж, коллеги, тогда давайте с штрафами, с утечками персональных данных. Скажите, пожалуйста, ну, если будет 3% с оборота, персональные данные утекать перестанут? Ты на меня не смотри, давай оттуда. Давайте я немного поговорю. По либлиц опрос представителей ebay-компаний. Так, 3% перестанут утекать данные. Ир, помоги, пожалуйста, мне вспомнить, если я правильно помню, то 3% это со второго раза. Да не важно. Не-не-не, это важно. После непринятых мер. СМИ пишут так, 3% с оборота. Не важно. В СМИ там много что пишут. А юристы, я когда занимаюсь своей работой, делаю проекты по рискам в компаниях. И вот у меня бывают случаи, когда я вопросы штрафов и утечек персональных данных обсуждаю с юристами. То есть не с безопасниками. Там очень быстро возникает тезис, что это со второго раза. Ну и это максимально, и при условии, что мы ничего делать не будем. То есть для простой коммерческой организации, которая там считает свои деньги, у нее выстраивается примерно следующая логика. У меня происходит, ну то есть я уже что-то инвестирую в кибербез. То есть у меня не нулевой уровень, я там мышленно, осознанно данными не разбрасываюсь. И стараюсь соблюдать законы персональных данных. Дальше. У меня условно вдруг происходит утечка. Первый штраф какой-то, сумма которого относительно риск аппетита организации и вообще возможных потерь операционных по разным причинам несущественно. Ну прям для крупной организации миллионов 50 всего, да. Не-не-не, это первый. Первый не 50 миллионов. В районе. Не-не-не. Сейчас цифры... Ну вот посмотрим, когда они приплывут куда-нибудь и припаркуются. Тем не менее. Дальше. Я как организация должен прям допустив утечку, ничего не делать, ничего не предпринимать, да еще второй раз у меня это должно утечь, и потом вот ко мне прилетит этот оборотный штраф. Я веду к тому, что в той практике, которая сейчас у меня возникает в ходе оценки рисков и взаимодействия с заказчиками и выяснение их, ну скажем так, риск аппетита и отношения к оборотному штрафу, вырисовывается картина, что это мера сильно отложенная. Я уж не говорю про то, что всегда возникает история, когда они утекли, от кого они утекли, была ли моя организация первоисточником утечки и так далее, и тому подобное. Прям история... Это самый интересный, кстати, вопрос по поводу выяснения, у кого они утекли. Учитывая, что у нас в Таркнете сейчас лежат уже все данные огражденных всей страны, то каким образом это будут выяснять, особенно в контексте того, о чем говорил Алексей. Ну, собственно, если у нас счетчики, это устройство, которое обрабатывает персональные данные, отдельно стоящий номер телефона, это тоже персональные данные. И пояс верности тоже обрабатывают. И пояс верности тоже. То тогда возникает вопрос, за что штраф-то планируем мы? В общем, собственно, мысль, она такая, что ощущение у рынка, что мера отложенная, она довольно-таки ощутимая, но прям не первоочередная. Я придерусь тут по поводу ничего не делал, что значит ничего не делал, а что можно сделать? Я ни одного смягчающего пока не видела в проекте. Что не видела? Ну, то есть смягчающих обстоятельств там нет. Не совсем ловил. Смягчающие обстоятельства. Смягчающего обстоятельства. За главную презентацию мне не показалось, что мы можем на 100% обезопасить себя от утечки. Можем? Если течет там, ну, у Ростелекомов, Дити, ну, там, и у всех в том числе. Ты прямо задаешь такой вопрос, на который есть фиксированный ответ. Мы очень пристально следим за нашей информационной безопасностью, прикладываем все силы и так далее. Конечно, все следят. Особенно крупный бизнес, безусловно, все вкладываются в информационную безопасность. Все заинтересованы в том, что путечки нет. Но они есть. Смотри, здесь история простая. Все-таки оборотные штрафы нам навеяло зарубежное регулирование. Ну, так, серьезно. GDPR был прямо раньше нас. И то, что мы сейчас там пытаемся у себя применить в России и адаптировать вот с этими смягчающими и не смягчающими, там живет и существует больше пяти лет. И да, были большие штрафы. И да, компании продолжили существовать и начали больше там или меньше инвестировать. Там есть один нюанс. Ну, то есть является ли это панацеей? Подожди, подожди, самое главное. Является ли это панацеей? Но очевидно, что прям золотой-серебряной пулей это не станет. Не, я не то, что прям... Я так немножко заостряю тему, чтобы был, ну, как бы конкретнее вопрос позвучал. По поводу GDPR тут я прокомментирую. Там и оборотные штрафы действительно есть. И не в единственной стране, не только в Евросоюзе. Есть еще в некоторых странах за утечки персональных данных. Но фишка вот в чем. Там проектируется ответственность за несоблюдение мер. Там всегда определенный состав правонарушения. У нас ответственность проектируется за утечку независимо от причин. Вот. На это обращала там в своем заключении ГПУ в свое время, что, ну, мол, как бы, ну, надо как-то немножко поконкретнее составить. А потому что за несоблюдение мер у нас другая статья. Вот. И здесь... Две статьи будет? Две. И плюс... Нет, подожди, ну как... 13-12? И новая? Это отдельное замечание, что они не скоррелированы между собой. Это понятно. Но суть-то в том, что я пытаюсь добиться от специалистов ответа на вопрос, ну, если состав правонарушения будет неопределенным, как сейчас. И утечка, ну, как бы, это поможет как-то сделать так, чтобы утечек было меньше? Или не поможет? Не поможет. Перефразируя известное высказывание, если данные текут, значит, это кому-нибудь нужно. Здесь ровно та же самая ситуация. То есть данные будут течь, потому что они востребованы на рынке. А раз они востребованы, то вспоминая экономическую теорию, если есть спрос, будет и предложение. Вот. И, как показывает статистика по GDPR-у, на изменение уровня защищенности это не влияет оборотной штрафы никак. Вообще ужесточение наказания почти ни в одной стране мира, прогрессивной, к которой вроде как и мы себя как бы относим, не повлияло от слова никак. Ни уголовка, ни тем более административное нарушение. Поэтому по сути своей надо признать это как некий очередной карательный налог и смириться с этим. Сергей. Да, коллеги, мы тут пошли проактивно, но если вернусь к началу вопроса, собственно, перестанут ли течь данные после столь серьезных штрафов? Конечно, нет, не перестанут. Давайте просуждаем, надо ли защищать персданные? Надо. Должны ли операторы отвечать за утечки? Ну, должны. Но при этом мы понимаем, что оператор, который вложил 100 тысяч в систему своей безопасности и оператор, который вложил 10 миллиардов, в общем, плюс-минус, все равно может утечь. Ну, то есть это факт. Поэтому тут наша позиция как бы и как оператора, собственно, персданных и имеющего в своей структуре подразделения по кибербезопасности, вот, она проактивная. То есть штрафы существенные, они могут аффилировать, аффилировать, как бы, ну, вообще, аффектить на весь бизнес. И, ну, в итоге могут пострадать в том числе и, собственно, потребители этого бизнеса, потому что, ну, круговорот денег в природе, он, как бы, оконечный. Вот. Нельзя их просто достать, заплатить штрафы и остаться вот всем при своих. Вот. Но делать что-то надо. Вот. Мы не будем там оспаривать этот законопроект. Мы предлагаем некие меры компенсации. Мы, кстати, вот совместно с коллегами из Ростелеком Солара и еще с рядом крупных компаний в рамках ассоциации Бигдата разработали предложение свое. Оно заключается в следующем. То есть мы проработали некий стандарт, как оператор персданных должен защищать свои данные. И там есть чек-лист, как бы, по уровню его зрелости. Ну, то есть, грубо говоря, а что он сделал, чтобы их защитить? И, соответственно, если с привлечением внешних аудитов, регулярных пентестов и прочего-прочего-прочего. Такой большой, относительно зрелый документ, опираясь на который, как бы оператор персданных, да, может сказать, вот я сделал по вашему чек-листу признанному, да, там, сообществом, государством все возможное, максимум усилий, применил все средства безопасности. У меня есть выделенные подразделения, у меня есть Security Operation Center, у меня есть все средства защиты, у меня есть регулярные внешние аудиты, пентесты и так далее. И все уязвимости я устраняю там в установленный срок. Вот, и если оператор проходит этот чек-лист, и есть там заключение, что он его проходил, а утечка все равно случилась, да, то это как раз вот, как вы это называли, там, мера, смягчающая, да, смягчающая мера. Ну, пока смягчающих нету. Пока смягчающих нет. Вот мы ее предложили в таком формате, как бы, в некоторую такую историю саморегулирования уйти. Пока я могу рассказать, какие сейчас проектируются смягчающие, ну, наверное, ни для кого это особо не секрет. Первое, смягчающее, это 0,1 от оборота на информационную безопасность. Спорно. Вот. Второе, это компенсации субъектам, которые пострадали от утечки. Кстати, люди страдают от утечек у нас? Вот вы думаете, вот есть пострадавшие у нас в зале? Мне просто интересно. Вот у меня отекли данные, я не чувствую себя пострадавшим. Кто-то чувствует себя пострадавшим? Да как они используют их? А, звонят. От фрода страдаем, то есть, да? Ну, фрод, звонки надо, здесь надо с абонентским фродом бороться, я боюсь. Вот. Хорошо. И третье, смягчающее, соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Но в совокупности они звучат достаточно странно, мне кажется. Я все-таки не согласен с рядом высказанных замечаний. Персональные данные защищать надо, это не аксиома. Это совершенно не так. Например, я половину своих данных не требую ни от кого защищать, потому что они либо общедоступны, но либо не представляют для меня никакого интереса. Более того, мы не должны забывать, что персональные данные, они на то и персональные, что именно субъект определяет, что с ними делать. И будут они для него персональными, либо нет. Нет, ни один Роскомнадзор не может за меня сказать, что делать мне с моими же данными. То есть если я хочу условно, чтобы обо мне был факт, что я участвую сегодня в конференции РИКФ, это публичная информация. Ее не надо защищать. Я даже не считаю ее условно персональной, по большому счету. Поэтому напрягать кого бы то ни было, чтобы эти данные защищали, даже чтобы у меня согласие брали на обработку этих персональных данных, это нонсенс. Поэтому здесь нужна дифференциация, а не возведение в абсолют этой истории, что защищать надо абсолютно все. Здесь надо спрашивать гражданин. Ну, здесь, а никто не спрашивает, Алексей. Вот это и проблема. Я обращу внимание на закон о ЕБС, который не так давно у нас принят был. И как бы основное, что там автоматом... Там фишка основная этого закона. Я когда внимательно почитала, я поняла, в чем вот именно суть. Суть в том, что я не могу дать согласие на обработку своей биометрии, например, ПАО МТС или Тинькову. И все. Я как бы должна, если я даю согласие, допустим, Тинькову, то я автоматом даю государству, центральному ЦБТ. ЦБТ в рамках закона о единой биометрической системе. И, кстати говоря, и все данные у нас, вектора... Кстати, по поводу взлома векторов. Вот, Станислав, ломают? Ну, смотрите, насчет того, что ломают. Криптографическая защита. Вектора – это не криптографическая защита. То есть вектора – это, по сути, ну, грубо говоря, выжимка из собранной биометрии. Но вот то, что когда векторная модель была в 572-м федеральном законе введена и начала распространяться, и уже сейчас внедряется в крупных банках и организациях, по крайней мере, стало понятно, как каждой организации можно построить систему защиты этих данных для того, чтобы не пытаться объять необъятное, защитить незащищаемое, а обеспечивать только правильный канал работы с этими самыми векторами. В чем идея? Когда вы собираете всю биометрию только в ЕБС под контролем упомянутого ЦБТ, а дальше все желающие работать с биометрией имеют интерфейс доступа к единой системе для того, чтобы уже по векторам, выгружая их, проверяя по ним, аутентифицировать своих пользователей. И идея эта позволяет, по крайней мере, в одном месте собрать всю защиту самой биометрии, а в других местах собрать уже передачу данных, защищаемых при аутентификации, при возъявлении, при согласиях на использование в той или иной организации, ну, по крайней мере, это вектор — это уже выжимка, это уже меньше, чем вся собранная биометрия человека. И учитывая, что биометрия как отдельное направление исследований технических и научных, это все же развивающиеся направления, то, наверное, сама концепция всей собранной биометрии и некоторого вектора, достаточного для аутентификации в конкретной системе, это правильная концепция, потому что, по крайней мере, мы отделяем мух от котлет. Но криптография, которая там есть, в общем-то, она там есть насквозь, начиная от самой EBS и оканчивая конечными устройствами, которые используются для аутентификации, но это уже, наверное, чуть-чуть отдельная история. Нормативка вся есть, а как ее выполнять, это, наверное, тема для отдельной дискуссии. Ну, не, подождите. Это интересный вопрос, потому что, к сожалению, к сожалению, и эта тема обсуждается давно, ее все замалчивают. А, собственно, вопросов два. От дипфейков EBS, ЦБТ и кто бы то ни было не защищают, потому что не предусмотрена модель угроз, утвержденной всеми мыслимыми и немыслимыми регуляторами, это раз. Хотя криптографии, да, к ней вопросов нет, КС-3 либо КБ, все дела. А вторая история, то, что ответственности никто не несет, если эта биометрия утечет. То есть, если у кого бы то ни было, у оператора EBS, там, у ЦБТ, где бы то ни было, она утечет, ответственность несет только банк, который, в общем-то, ничего не хранит и, по сути своей, не обрабатывает. И клиент, чьи биометрические данные утекли, остается один на один с никем и ни с чем. Потому что, опять же, ответственность не предусмотрена. У нас, по-моему, вообще, в принципе, государственные структуры не несут ответственности по оборотную за утечки. Они вообще ответственности не несут. То есть, они исключены из этого регулирования. У нас только коммерческие компании ведь несут. Ну, все несут, а эти исключены, да. Да. Просто я смотрела... Я в одном смысле говорил. Коллеги, у нас, к сожалению, у нас... Я бы с вами поговорила бы еще часа три. Мне очень интересно. Мне к вам очень много вопросов. Давайте еще одну секцию какую-нибудь организуем. Или круглый стол какой-нибудь. Прямо вот много вопросов. Нет. У нас... Я на правах модератора. Давайте так. Я бы хотела просто как-то, ну, какую-то черту подвести. Очень много темп, ну, на самом деле, обсудили. Задача такая была от организаторов. Говорят, ну, по чуть-чуть, и все немножко футурологическое, что делать там и так дальше. Но можно было... Я бы хотела по одному самому важному тренду в области информационной безопасности, вот такую, ну, футурологию сейчас поиграем, на ближайшие пять лет от каждого участника секции прям буквально по, там, одной фразой. Пожалуйста. Начнем мы с Сергея. Я был уверен, что буду заканчивать, ну, ладно, давайте так. Я тогда буду голосовать за экосистемность. То есть мы, видя как бы разрастание ландшафта угроз и как бы векторов атак и всего остального, понимаем, что самое страшное, когда мы чего-то не видим, то есть когда у нас серые зоны. Вот. Поэтому вот экосистемный подход, который мы сейчас видим в IT-отрасли, который процветает, да, наверное, все вы, потребители тех или иных экосистем, сервисов, вот, он показал свою жизнеспособность и мы на самом деле верим, что в кибербезе будет то же самое. Это речь не про моно-вендора, гипер-вендора, да, и вендор-лок, это именно про экосистемы открытые, которые интегрируются между собой, встраиваются, но тем самым мы получаем полную наблюдаемость и некое максимальное такое ощущение защищенности, что мы действительно видим, что происходит и можем на это реагировать. То есть ключевое слово это экосистема. Спасибо. Честный и без чего-либо в рукавах подход к безопасности с откровенной оценкой безопасности той или иной системы с точки зрения как криптографии, так и любых иных мер защиты. Без вот этого любимого набрасывания всех средств защиты информации в одну систему, дай бог что-нибудь защитит. Обычно так не работает и сейчас, к счастью, после очень громких атак, в том числе с использованием уязвимости в области криптографии, от этого отказываются и системам проектируют и начинают проектировать новые системы, уже изначально фиксируя модель нарушителя, не чтобы бумажка была потолще, отчет был потолще, а фиксируя ее для того, чтобы в реальности через 3-4-5 лет развития системы никто не сомневался в том, что было построено не просто что-то, чтобы вбухать туда денег, средства защиты, высоких классов и прочее, а чтобы систему конкретно защитить ровно от того, ровно от тех угроз, которые для нее являются актуальными. Это не самая очевидная вещь, потому что, казалось бы, так должно было быть всегда, но по большому счету всегда раньше брались крипичи, закидывалось там снаружи яма, здания, вроде крипичей много, а что там лежит, как лежит, неизвестно. Сейчас все-таки начинают строить аккуратные стены, дома, ограды, исходя из того, что нужно сделать, а не исходя из того, какие есть крипичи. Спасибо. Я назову два. Одно из них это скорее желание мое. Я в своей работе очень много мы занимаемся таким аналитикой различных данных, формируем сценарии, считаем риски. Ну то есть это такая тяжелая аналитическая работа, но в то же время довольно-таки рутинная. И вот первым трендом слэш желанием скажу такое, что я буду искренне счастлив, когда и что мы перейдем на использование что угодно, искусственного интеллекта, машинного обучения и уберем вот эту долгую, рутинную, нудную аналитическую работу и перейдем к, не знаю, более простым, понятным механизмам. Там рекомендательные системы, еще что-то и так далее. Это первое, это такая вот аналитическая составляющая. Второе, наверное, про техническую. Здесь прям совсем такое субъективное предположение, хотя подкрепленное определенными тенденциями, что может появиться некий класс систем более высокого уровня оркестрации и управления другими, более низко стоящими системами, но который, в отличие от систем сегодняшнего дня, себе должен сочетать не только техническое управление и техническую защиту, но и процессное и такое управляющее воздействие. Здесь предпосылки примерно следующие. Во-первых, вот эта иерархия, пирамидка средств защиты, она постоянно растет. С другой стороны, у нас все чаще возникает потребность в таком хорошем процессном взаимодействии и внутри систем, здесь и про экосистемы, между средствами защиты и средствами защиты и системами бизнесовыми и так далее. И вот вторая гипотеза, она будет про такой класс систем, систем менеджмента процессов с управлением сенсорами или какими-то другими-то средствами отдельными. Спасибо. Ну, Алексей, жги. У меня первый тренд это кибервойны, в которых мы сейчас живем и будем жить, наверное, достаточно долго, но самое главное, наверное, не сами кибервойны, а то, что те кибервойны, которые у нас появились за последние два года, всякие IT-армии и так далее, а у нас только за два года появилось более 500 группировок в российско-украинском конфликте и в еврейско-палестинском конфликте, то есть 500 группировок. Вот эти все кибервойны по окончанию собственно всех этих спецопераций, конфликтов и так далее выйдут в гражданский сегмент и начнут атаковать уже без поддержки государства, просто используя те навыки, которые они получили во время кибервойн, то есть по ту сторону баррикад будет только нарастание. Второй важный тренд это результат, это нацеленность на результат, то есть мы наконец-то поймем, что безопасность это не процесс, а хотелось бы видеть то, от чего мы защищаемся и как мы можем продемонстрировать, неважно, государству ли, бизнесу, безопасник своему руководству, что мы защищены. То есть не просто говорить у меня сертификат, аттестат, классное решение, лучшее и так далее, а нас действительно не смогут взломать и мы сможем это продемонстрировать. Этот результат должен быть измеримым. И третья история это балканизация, балканизация технологическая и искусственного интеллекта, датасеты и безопасность и компании и возможно даже интернет. Ну, как бы так или иначе, наверное, этот тренд уже так намечается. Не хотелось бы, чтобы он реализовался, но, наверное, мы к этому тоже так или иначе идем. Ну, по крайней мере, какие-то островки, 4-5 островков в мире технологических у нас будет на горизонте, наверное, лет 10. Ну, такие три тренда. Ну, класс. Спасибо большое, коллеги. Очень интересно. Да, и теперь у нас есть время на два вопроса. Можно микрофон передать, пожалуйста. Представляйтесь, если можно. Да, вопрос один или комментарий. Меня зовут Василий Кирсанов, компания ТСС. Ну, я считаю, что криптография наш конек и, ну, я возродите или прокомментировать Алексея насчет встраивания в счетчике. Это можно делать дешево. У нас есть опыт встраивания в разные. Ну, то есть вот на вскидку, ну, сколько стоит счетчик? Там порядка 5 тысяч рублей. Ну, кажется, что адекватное увеличение стоимости, ну, там, 10-15 процентов. Ну, какое-то приемлемое, наверное. Это можно делать, ну, за такие деньги. То есть при, там, объемах условно в, там, сотни тысяч устройств можно сделать такую, ну, обеспечить такую стоимость, ну, небольшую. Учитывая, что, ну, там, объем счетчиков это десятки миллионов, ну, такие объемы, они не кажутся какими-то большими. Ну, как раз речь об этом и шла, что при большом объеме это нормально, да, там можно защищать. Осталось объяснить потребителю, зачем он должен платить за другую криптографию 15 процентов больше, если его и прежняя устраивала или даже ее отсутствие. Ну, это вопрос философский. Ну, это вопрос маркетинга, на самом деле. И денег в кошельке у конкретного потребителя. Речь именно шла о том, что на маленьких объемах это плохо работает. На больших, понятно, там, когда много тысяч устройств, то, да, можно скидочку на криптографию сделать, там, да, нормально. Ну, существенную, да. Да, 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 существенную. А когда небольшая партия, вот как мы говорили про пробную партию, например, то здесь, как быть, никто не станет там разрабатывать отдельное решение для устройства, как бы, если эта партия небольшая. Ну, увы, это неизбежность какой-то оранди. Он изначально, конечно, стоит денег. Спасибо. Спасибо. Ну, да, Александр. Я вообще готовил к сессии сложный вопрос, но можно я немножечко легкий комментарий про будущее? Только не про выборы. Не про выборы, почти про выборы. Да, смотрите, у нас же российский интернет-гавернанс-форум. Что такое интернет-гавернанс? Это вовлечение различных стейкхолдеров. Государство, академии, ученые. Так это вопрос сейчас будет, или что? Ну, конечно, вот вопрос, да. Или что? Сейчас вопрос. Подводка к вопросу. Подводка, да. Гражданское общество, там, и все остальное. У нас, смотрите, сидит четыре корпората, один из которых связан с государством, да. Может быть, все-таки давай вот помечтать о том, чем... А государство в зале, наверное. Государство нас смотрит. Смотрит, да. Помечтать о том, чтобы все-таки вопросы безопасности обсуждались не только в рамках лицензиаров ФСБ, да, потому что у нас считается, что все остальные тупые, да. А вот, соответственно, но и с привлечением гражданского общества и не только юристов, да, но и, может быть, гражданских ученых, да. Например, вот в упомянутых выборах сложные протоколы криптографии разрабатывали мои однокурсники. Я разберусь, хотя здесь я как гражданское общество. Ну и, конечно, большая открытость публикации. Вопрос будет? Чтобы в следующем интернет-гавернанс-форме по желанию, да, все-таки кибербезопасностью занимались не только корпораты, Это не вопрос, это просьба. Хорошо, обсудим. Обсудим. А про выборы я вот в кулуарах его поймаю и выскажу все, что думаю. Так, последний вопрос. Это угроза уже звучит. Поймаю в кулуарах. Последний вопрос. Один. Коротенький. Друзья, коллеги, спасибо за очень интересную дискуссию. Очень понравилось. Особенно квантовый компьютер и криптография. Это вообще моя любовь. Я бы по оборотным штрафам продолжила дискуссию, но боюсь, это будет долго. Это еще два часа надо минимум. Да, мы завтра в ТПП будем это обсуждать. Приглашаю коллеги. У меня вопрос по криптографии. Я тоже считаю, это наш конек. Почему у нас криптография до сих пор в госуслугах не до конца работает? То есть мы вот юристы, да, я до сих пор в Следственный комитет без ЭЦП подаю заявление. В то время, как наши казахи, наши соседи, у них все на ЭЦП абсолютно. Да, даже онлайн арбитрэйшн, все, все. Они уже давно к этому будущему пришли. А у нас технология, я просто писала работу еще в МГЮА. У нас с 1974 года ЭЦП работает технология в Газпроме. А мы до сих пор юристы ходим ногами до судов и до следственных комитетов. Хотя уже... Вопрос какой? До коли? Что? Вопрос, предложение. Давайте нашу российскую криптографию, как и пользователи-безопасники, как и вообще ее продвигать, объединяться на позитивах, это активно обсуждать на площадке. Это ко мне хмрит. Нам этого счастья не надо. Да, то есть мы пользователи за. Мы поддержим, создадим прогрессивных пользователей ЭЦП. Спасибо большое. Нет больше заинтересованного человека в зале, чем я в части продвижения российской криптографии и российской культурной подписи. А если серьезно, то сред и сфер, где сейчас все еще бумажный документ оборот, все еще много. И каждый раз, когда мы в любую новую сферу приходим, мы снова раскапываем те же самые проблемы. Одни хотят на мобильном телефоне, другие хотят удаленно, третьи хотят упрощенно. И каждый раз, мы, не только мы как криптопро, но и мы, как, скажем, лицензиата ФСБ России, очень стараемся проблемы решать. Это наши, в общем-то, и идеологические интересы, и, честно говоря, уж финансовые, чего уж. Поэтому мы только замедлили душу. Так что спасибо большое за поддержку. Очень приятно. Спасибо большое. Поблагодарим. До новых встреч на следующих. Ну, пользуюсь случаем. Если про утечки кому-то хочется послушать, First Russian Data Forum в рамках Data Fusion на следующей неделе в 10 утра 18 числа модерирую секцию про утечки. Приходите. Спасибо.